Светлана Ниссановна, расскажите, пожалуйста, о вашей организации. Значит, что значит моя организация сегодняшняя, и я хочу вот в двух словах объяснить, потому что я в этой организации, в управлении абсурдом уже 16 лишних лет, со дня открытия. Из них я была в объединении, председатель объединения, выходец из Кавказа, объединение, то есть там и Дагестан, и Азербайджан. По каким-то причинам я ушла, значит, я потом выбрали меня, я представилась как председатель дружбы Израиля-Азербайджана. Но сегодня я еще раз являюсь председателем комитета ассоциации выходцев из Азербайджана, Азиз называется, для неблагополучной семьи выходцев из Азербайджана. Ну что, что я делаю, то есть это не первый день, не первый год, делаю много лет и для пожилых, и для детей. То есть ко мне по разным вопросам относятся. Община большая сама по себе, но очень тяжелый труд, иногда даже, мне кажется, неблагодарный труд. А с другой стороны, когда один человек или два человека придут, скажут спасибо, вы помогли, вы вытащили, или нашли там адвоката, или нашли там детям какую-то помощь. И не только разы детей, день защиты детей, то, что я сделала тогда, когда я вас пригласила. Я делаю день памяти нашего президента, бывшего Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева, который связывает меня в основном, где я выросла, где мои дети родились и выросли в определенное время, пока они, слава богу, не здесь живут. То есть, что я могу сказать? Само община, менталитет горских евреев, она различается не по культуре, а по культуре, от многого чего. Потому что там другое было, восточность, хотя там многонациональный народ же, и жили в дружбе, можно сказать, и азербайджанцы, и русские, и евреи, разные. Европейские, и горские, немножко там есть в чем-то отличие, но хотя они евреи, так и во всем мире. Что я могу еще сказать? Что я благодарна, что вы тогда пришли, хоть ознакомились, вы сделали это, это важно, для многих знать. Вот сейчас я сегодня газету получила, приятно было читать отзывы нашего пресс-секретаря и председателя управления абсорбцией, которая оттенила эту работу неодногодная, как бы сказать, не один год, который она слышала, читала, видела. То есть, я извиняюсь, вы занимаетесь в первую очередь тем, что вы устраиваете определенного рода концерты, мероприятия? Мероприятия, помощь людям, продукты дают людям, юридические курсы, трудоустройство, иногда даже с посольством я связана, когда-нибудь будут проблемы в Азербайджане, в консульстве. То есть, разные, 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 там нет определения по разным вопросам, то есть, как человек, который может протянуть руку, творить добро, говорят. Вот это есть, наверное, моя особая внутренность, знаете, это не то, что характер, это отдаренность, говорят, от Бога. А как вы видите будущее в вашей организации? Я вот хочу, сейчас готовлюсь, уже переговоры веду, уже ребята у меня определились, Амута, Амута, благотворительные, которые периодично мне помогают, поддерживают. Он президент благотворительного фонда, Герман Рашпилович Захаряев, нет-нет мне Тельма Морданович. Такие люди, которые знают, кому можно довериться, поручить, послать, чтобы помогать народу делать что-то. У вас есть помощники? У меня есть, естественно, помощники, но они работают, не всегда могут прийти, но когда есть у них свободное время, тогда, когда мне, вот в чем мне тяжело. Потому что без помощницы, без помощников, у меня 16 выбранные были по члену правления мои. К сожалению, сегодня уже семеро, кто-то по болезни ушел, кто-то не мог проходить, я обижалась. Ну, сейчас остались, конечно, где-то около пяти опять осталось. Хорошие люди, нормальные, приятные. Но что делать, мне тяжело, очень тяжело одной. А сколько ваш Амута насчитывает членов? Уже семь есть, новая Амута. Это совершенно не касается моей дружбы Израиля-Азербайджана. Это новая совершенно. Это совершенно, это юридически, это ассоциация должна быть. Я имею в виду, сколько у вас, как, количество человек записано здесь, или просто кто хочет, тот и приходит? Нет, у меня записано где-то 11-12 уже. Но приходят где-то 5-6-7. Я имею в виду людей, вот у вас как, у вас есть какой-то определенный список людей? 12 тысяч людей в списке, 12 тысяч. У меня не только Хайфа, у меня есть север, у меня есть юга. Когда я делаю мероприятие, у меня руки не доходят, чтобы просто выходить на них. В частности, север Хайфа, вот. Вы считаете, как вы, какое вы можете рассказать, как говорится, количество, сколько живущих кавказцев, выходцев из Азербайджана, которые знают о вашей Амуте? Амута она только открывать, его как раз-таки еще не знают. А то, что касается моей вот этой деятельности, да, что люди знают, что вот эти... Это знают, по-моему, с 92-го, с 91-го года. Когда я в 79-м, я только сама приехала. И с 90-го года я работала с Ахнути, помогала людям, тоже на общественных правах. Я болела очень серьезно. И вот я думала, наверное, это добро мне вернуло к жизни, если так правильно сделать. Потому что очень тяжелая была болезнь, от которой люди почти не выходят, не остаются. Но Бог, видно, дал мне вот такой шанс, такую возможность. Даже если я устаю, даже если мне плохо, тяжело, но я какое-то в определенное время опять возвращаю эти силы. Скажите, местная власть вам помогает? Нет, я бы не сказала. Если вот, ну, можно сказать, пару раз мне вот помогала Юля, как бы сказать, тем, что вот она приходила на мои мероприятия, видела. И вот этим, как бы сказать, она тянила то, что человек вкладывает труд. А чем бы вы хотели, чтобы вам помогли? Чем бы вам могли помочь? Даже вот если подойти, не только, во-первых, мне мораль, я мораль людям даю. Вот приходят за какую-то помощь, рассказывают свою боль, я их выслушиваю. Честно говоря, иногда мне не хватает этой морали. Но я же у людей это не прошу, в принципе. Мне вот нужно помочь, там, документации нужно бывает, компьютер нужно бывает, печатать. Нужно пойти даже что-то купить, вместе пойти. Это очень тяжело. Но я делаю, я не останавливаюсь. И я буду это делать, пока я жива. Что бы вы хотели пожелать себе? Себе очень тяжело пожелать. Я желаю себе, что, ну, как многие желают, вот в этом году моё 60-летие. И вот я хотела бы, конечно, здоровья. Для того, чтобы творить, уметь творить, уметь понимать и дать руку другим. Надо быть для этого энергичным, как вы всегда говорите мне, что вот энергичным, здоровым человеком. Здоровым, к сожалению, уже чувствуется, что иногда не чувствую, просто уже не те силы. Но всё равно не отстаю. Пока до последнего иду. То есть здоровье, да? Да, только лишь здоровье. Больше ничего. Детям моим здоровье, счастье, мир. Я хочу, чтобы было спокойствие в этой жизни. Люди, которые приехали с надеждой, бросили свои дома, бросили друзей, родственников, детей даже. По разным причинам, разной каждой семье, когда открываешь их души, их чувства, когда они рассказали. Вот это всё, пытаешься, стараешься. Как можешь помочь, чтобы человек не упал из сил? И последнее, Света, хотел бы вас попросить, что бы вы могли сказать людям, которые хотели бы к вам прийти, сотрудничать и помогать вам? Всегда звери мои открыты. Я всегда люблю народ, люблю пожилых особенно. Это моя боль, боль души, что пожилые люди, которые, как я делаю, ветеран войны, ходили по домам. Каждому, который уже не может вставать, приходить. Каждый дитя. Я благодарна всю жизнь Герману Рашпиловичу Захаряеву. Это президент благотворительного фонда. Он, во всяком случае, уже доктор наук, философии, в академию, как бы сказать, в Москве сидит. Но далеко от нас, человек, который помог мне, чтобы я могла этим пожилым или детям, это самое главное нам сейчас, на сегодняшний день, кому дать мораль, кому можно помочь, нуждающим семям. Это вот пожилые люди или нуждающие семя, или дети. Сделать радость. Спасибо большое.